здравствуйте мои дорогие стартап котики давненько мы с вами не встречались сан-франциско карантин июнь 2020 года я взял маленькое утяжеление в рюкзачок выбежал на набережную рядом с моим домом этот райончик называется фишерман ворф и решил поговорить вот такой теме как кул по-русски это слово переводится аж двумя очень классными словами но кстати тремя классный клёвый или крутой я не очень знаю в чем большая разница наверное она все-таки есть между этими тремя словами но само определение кул сама концепция кул не только очень американская во многом интересно кстати поискать этимологии этого слова но и во многом калифорнийская я помню мое советское детство когда такие вещи как кока-кола джинсы рок-н-ролл и так далее казались кул крутыми или клёвыми вот собственные слова эти тогда появились крутые или клёвые но какое же отношение кул имеет к стартап стартапом кул имеет самое прямое отношение если вы посмотрите на целую плеяду целую вереницу стартапов больше конечно в области битуси то есть бизнес to consumers до пользовательского бизнеса но в некоторой степени и в отношении b2b бизнеса клиента которую которого другие бизнесы то вы обратите внимание что огромное количество западных в первую очередь американских бизнесов и бизнесов западного побережья поэтому я думаю эти пальмы достаточно хорошо вписывается мой рассказ вот они как раз и отражают концепцию куба что же такое кул давайте я все-таки скажу что-то полезное не просто буду после моего бега по набережной как вы видите я все еще тяжело дышу уже вышел совсем из формы что же включается в концепцию кул но с одной стороны эта концепция достаточно неуловимая почему одни вещи кул а другие анкул мой любимый любимый в кавычках пример те кто меня знают хорошо это знают это устройство zune z-u-n-e выпущенное многосильный многомиллиардной всесильный вернее многомиллиардной всесильный они многосильной великомиллиардной компании microsoft zune вышел примерно в то же время что и известный но все менее известный нынешнему поколению продукт ipod а сейчас уже это слово даже с трудом проговаривается сразу хочется сказать ipad которую apple computers выпустили примерно в то же самое время там разница была совсем небольшая в компьютерных high-tech терминах по сравнению с зимном и тем не менее все что касалось айпода было кул все что касалось зим было анкул но больше всего конечно оскомина у всех набил этот несчастный коричневый цвет один из распространенных вариантов зюна вы можете легко его найти если погуглите браун зим или коричневый зим вот выглядел это ужасно народ одевался над этим я не думаю что дизайнеры которые предлагали серьезным людям в пиджачках наверное даже еще в те времена в галстучках сидящим на совете директоров либо в комитете по дизайну и не думаю что они предлагали только этот вариант более того может быть они его даже не предлагали они возможно предлагали что-то как раз кул клевая классная но проблема любой компании заключается не в том что в ней нет классных людей она заключается в том что принимающие решения и сейчас мы говорим только о кул есть и другие вещи зачастую гораздо более важные чем такая вещь как кул принимающие решения люди не очень хорошо вообще осознают что такое кул что такое клево что такое круто и их дефиниция кул клево и круто очень сильно отличается от той дефиниции которую на тот момент исповедует то что называется target market то есть целевая аудитория все-таки по-английски покрасивше звучит слово target market тем целевая аудитория вот а что же входит в понятие кул и почему одним удается быть кул стартапом да или серьезным технологическим компаниям таким как apple хотя в чем-то они уже не кул я снимаю это с моего iphone про 11 или как он еще называется но в общем то это очень анкул продукт я думаю что стив джобс не был бы доволен почему же одни вещи кул а другие вичинку многие могучие умы бились и бьются над решением этой проблемы из тех нескольких консенсусов которые мне удалось как бы нащупать и найти готов обсуждать спорить ошибаться кстати я не не уверен что мои мнения это истина в последней инстанции вот из того что не видно кул это что-то стильное кул это что-то с таким популярным теперь в русском языке словом как феншуй то есть правильное сбалансированное либо стильно разбалансированное расположение элементов правильные цвета правильное сочетание цветов правильное сочетание этих элементов правильная гармония между этими элементами и так далее кул это смелая свежая новая и воспринимаемая всеми как то что по-английски называется трэнди очень сложно по-русски перевести это слово я бы с удовольствием его в русский язык ввел трэнди что-то что в таких самых свежих трендах что-то что всем хочется иметь что-то что кажется модным классным и так далее вот собственно основные элементы кул простота как ни странно и это точно не 11 айфон с которыми я это снимаю простота изящество стильность новизна модность понятность сбалансированность либо стильная разбалансированность такая вот знаете как например у импрессионистов ведь у них всегда разбалансированность которая как раз и вызывает удовольствие когда глаз или воображение достраивают то что не нарисовано художником то что только подразумевается и в значительной степени это простота очень сложно сделать из чего-то очень 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 навороченного кул да кул должен быть вот я я недаром всячески показываю пару пальм которые вроде бы как бы пара пальм да но они в такой милой асиметрии окруженные цветочками стоят что в общем то можно сказать что это кул да цветы рядом с ними не знаю видно ли вам дальние клумбочки они тоже достаточно кул хотя я нахожусь в таком немножко грузовом можно сказать районе совсем рядом с тот кто был тот знает совсем рядом с аквариумом знаменитым но в общем то в районе в котором много всего такого индустриального и вы слышите наверное отбойные молотки на заднем плане вот а еще в концепцию кул входит то что компания у всех или у какого-то значительного сегмента на слуху и считается классный вот это очень неуловимый это очень сложно построить и тут я не смогу дать вам такую знаете простую математическую бинарную формулу вот это кул вот это анкул более того поскольку это не это та гармония которая не полностью меряется а только частично но частично меряется алгеброй очень сложно будет составить таблицу хотя кстати интересно было бы до составить такую таблицу и в этой таблице решить что вот это кул а а вот это анкул вот этот продукт кул а этот анкул вот эта компания кул вот это анкул но было бы кстати очень интересно сделать такой тул или такое устройство или такой портал который мог бы прошерстить все отзывы всех с помощью юай с помощью яй то есть искусственного интеллекта найти основные темы которые пользователи обсуждают и понять насколько люди воспринимают какой-то продукт как кул какой-то как менее кул ну например те же iphone это можно было бы сравнить и обратить внимание что какие-то продукты считаются более кул да какие-то считаются менее кул то есть в значительной степени это все-таки общественное мнение соответственно мы выходим на тему которой я думаю в будущем буду много раз возвращаться эта тема пиара она зачастую непонятно и не понятах особенно человеку вот говорящему по-русски живущему в той части мира в восточной европе либо не очень давно приехавшему в америку в калифорнию и воспринимать не совсем культурно вжившемуся в то что здесь происходит и воспринимающему и это нормально для абсолютно нормально для первого эмигрантского поколения воспринимающим многие вещи в штыки просто из-за того что background то есть основа этих вещей этому человеку непонятно длинная очень такая тирада мы на эту тему но тем не менее вернемся все-таки к идее того что что-то бывает кул а что-то бывает анкул когда продукт становится анкул продукт становится анкул когда мнение значительного числа людей в том числе значительного числа лидеров общественного мнения о нем анкул этот продукт некрасивый этот продукт неудобный этот продукт не изящный этот продукт не модный не стильный не современный устаревший и так далее, и так далее, и так далее. При этом, кстати, зачастую самому продукту это совершенно и не важно, может быть, что думают о нем пользователи. Если вы посмотрите, какие оценки пользователей о продукте Facebook, то вы легко заметите, что, например, средняя оценка в iTunes, в Apple, по-моему, 2,5 из 5. Ну, то есть посредственная. То есть почти на двойку. То есть тройка с минусом или двойка с плюсом. Ну, то есть вообще совершенно ужасный. Ну и что? У Facebook все равно много-много-много-миллиардная компания и огромное количество приложений, у которых 4,5 или 5, далеко никакие не многомиллиардные, может, даже и не миллионные компании. То есть, по сути, сам элемент cool, он не является решающим. Но почему я все это подвожу? Я это подвожу к тому, что очень часто все мы, включая меня, ведем досужие разговоры, о какой-либо компании. Говорим, ну вот, там такая-то и такая-то компания получила финансирование. Да бог с ним, с финансированием. Не так уж важно финансирование. Оно не смысл существования компании. Смысл существования компании – построить успешный бизнес. Так вот, довольно часто мы смотрим на какую-то компанию, и когда я говорю «мы», я имею в виду и себя тоже, пытаюсь ходить, показывая вам всякие cool пальмы, всякие клевые, прикольные растения. Вот, не только пальмы, но всякие горшочки и так далее. У нас на набережной очень милые такие. Вот сейчас немножко в связи с коронавирусом, у нас июнь 2020 года, немножко заброшенные. Вот. Так вот, очень часто бывает, что, очень часто бывает, что компания, когда она успешна, и когда досужие зеваки, включая меня, включая меня, конечно, ее обсуждают, она подвергается различной критике. Ой, да что в ней нашли? Да это вот все инвесторы завалили деньгами, и поэтому компания такая успешная. Ой, да это они завалили все рекламой, и поэтому все ими пользуются. А есть вот такой классный продукт. Но, ребята, при этом часто мы, и это включая от меня, забываем то, что существует такой фактор, и я, наверное, этот эпизод так и назову, фактор cool. Существует такой фактор, как фактор клевости. И очень часто пользователи даже не могут логически объяснить, почему они предпочитают вот такой продукт другому. Но очень часто ответ простой, потому что продукт клевый, потому что продукт классный, потому что продукт крутой. В чем это выражается? В классном интерфейсе, в удобном интерфейсе, в простоте интерфейса. Совсем не обязательно, как думает, наверное, большинство стартапов, вот совсем-совсем не обязательно в том, что эта компания, там какая-то, в том, что интерфейс этой компании какой-то очень красивый, в том, что сам продукт какой-то красивый. И самое-самое главное не в том, что у этого продукта есть 100 фич, которых нет у другого продукта. Но это совершенно не так важно. А в том, что он каким-то образом изящен, удобен, крут, моден, классно что-то делает, очень приятен, workflow, то есть последовательность использования этого продукта достаточно приятная, удобная. То есть сочетание нескольких, иногда может быть, одного-двух элементов, таких как простота интерфейса, хорошая интеграция с какими-то другими программами, удобная, хорошая в смысле удобная для пользователя, выгодная для пользователя. Это все, чего абсолютно достаточно для того, чтобы пользователи сказали в значительной массе о кул, клевый продукт, классный продукт. Ну вот, собственно, то, что я хотел вам сказать. Подводя итоги, я прожу тут по набережной, пытаюсь вам хоть немножечко показывать какую-то интересную картинку. У нас все немножко заброшено, поскольку карантин, июнь 2020 года. Вот, вот прилетел воробей, например, даже двое. Но подводя итоги, скажу вот что, что вот этот элемент или фактор кул, он очень-очень важен, им очень часто компании пренебрегают, и он, с одной стороны, очень сложен, да, нужно долго-долго мучиться для того, чтобы продукт стал действительно по-настоящему кул, действительно классным, крутым. Но, с другой стороны, он как раз, как ни странно, прост. Если вы проведете достаточное количество времени, если вы достаточно помучаетесь для того, чтобы понять, как сделать продукт крутым, классным, клевым, то есть удобным, модным, стильным, приятным, интересным, хорошо синтегрированным для ваших пользователей, вы обязательно будете вознаграждены. И я люблю советовать какие-то книги, как ни странно, многие сейчас удивятся, я посоветую не Стива Джобса, хотя, конечно, я очень люблю читать про этого гениального и очень неоднозначного человека. А я посоветую Энди Гроув книжку Only the Paranoid Survive Только параноики выживают, выживают только параноики. Это председатель совета директоров Интела, много-много-много-много-много летний. И казалось бы, Интел, да, боже, уж Интел-то какое отношение к пользователю делает. Те, кто постарше, помнят Intel Inside. Но сейчас он еще остался, но уже перестал быть злободневным этот Интел-Инсайд. Это было очень долго, не знаю, не хочу обижать Интел и Интеловцев, не уверен, что это сейчас так, но очень долго это была Кул-компания. И в книге Only the Paranoid Survive Только параноики выживают или выживают только параноики, Энди Гроув как раз пишет об этом. Я не думаю, что такие слова как Кул были, есть в словаре Инди Гроув или вы компания Intel, но факт есть факт, эта компания достаточно долго была очень-очень Кул. Вот такое сообщение, вот такой вот эпизодик про Фактор Кул. Мы на набережной Fisherman Wharf Сан-Франциско, июнь 2020 года, карантин, я брожу по ней и рассказываю вам про Фактор Кул. Будьте Кул и будьте здоровы!